приветствую всех сегодня еще одно видео по просьбе подписчика то есть он там эту книжку по процедурной генерации контента в играх попросил написать пример так сейчас сначала раскроемся я просмотрел книжку получается тут куча примеров но один из них это генерация лабиринта случайного случайных размеров и там как пример что можно генерировать текстуры но по сути да это классная вещь то есть можно генерировать какие-то игры случайным образом или карты генерировать не создавая их вручную но смысл в том что в каждом случае алгоритм какой-то будет конкретный то есть если нужно что-то конкретное то давайте там пишите что мне нужно конкретно сгенерировать там какой-то лабиринт или сгенерировать текстуру или еще что-то и на базе этого будем разбираться сегодня записал написал алгоритм который генерирует случайные лабиринты и сейчас я покажу как это все работает то есть нас генерирует случайным образом лабиринт и каждый раз когда мы нажимаем кнопку то сгенерируется новый лабиринт то есть здесь всегда есть проход из уточки из начала в конец я выбрал для генерации самый простой алгоритм это depth first search то есть смысл алгоритма такой что наш мы проходим лабиринт то есть мы так сейчас демонст лабиринт чтобы он был наглядный мы выбираем случайным образом направлении в котором мы проходим лабиринт и помечаем каждую клеточку что она у нас пройдена то есть visited ставим в итоге когда мы алгоритм заходят тупиковую какую-то ситуацию то есть он будет все равно если случайным образом что-то генерируем то рано или поздно алгоритм зайдет в тупик ну вот приводишь тупик то в этом случае он возвращается назад и пытается проверять если есть вокруг этой клеточки не занятая то тогда то есть не открытое то он ее открывает если это не открыто возвращается назад то есть он идет рекурсивно назад и ищет не открытой области открывает их и здесь мы каждый раз когда нажимаем новый лабиринт у нас случайным образом генерится лабиринт в котором будет куча тупиков и он будет из них выходить вот таким образом это выглядит и дальше будет именно процесс кодинга там немножко долго длинное видео но смысл такой что мы делаем функцию римов который рекурсивно вызывается для новой точки для старой точки и все всем удачи смотрите как это было сделано создаем проект и нам будем получается класс свой создать цел допустим да это будет ячейка наша и в ней будет у нас int отпустим да то то вот там ну по сути даже нас элемента буллин потому что у нас true levels открыто или нет так left right ну и изначально зададим их все в false все теперь нам нужно создать двумерный массив этих ячеек и здесь у нас дальше инициализировать и какие-то размеры там не знаю чтобы много не рисовать наверное 40 на 40 хватит так и каждый из этих точно также инициализируем как мы кнопки делали в предыдущем видео где крестики нолики 5 ряд давайте сделаем какую-нибудь переменную d чтобы она у нас была потом проще будет править типа размер dimension равняется 40 так здесь вот таким образом и здесь каждый for i и j точно так же делаем j и создаем инициализируем каждый из этих мейзов так мейз равняется new cell только мейз и тоже это да new cell ну и все по сути все теперь у нас массив инициализирован и а у нас в начале false это значит закрыто тогда все стенки закрыты а те которые будут открыты они будут true и теперь нам нужно рекурсивно удалять стенки и перемещаться то есть нам нужно тогда функция remove так и нам нужны координаты где мы находимся int x y это текущая ячейка а и нам еще нужно visited здесь сделать bool visited равняется false то есть ячейка еще не не посещалась соответственно мы в наши remove должны исходя из координат x y которые изначально равны нулю с нулевой ячейки открыть одной из стенок и учитывать то что мы допустим в нулевой ячейке в самом углу не можем выходить за пределы лабиринта то есть что мы не можем выходить из лабиринта соответственно мы будем открывать или низ или право нам это тоже нужно будет учесть в алгоритме так и у нас теперь нам нужно сгенерировать случайное число какую ячейку какую эту открываем мы то есть у нас генерируется генерируется рандом так его давайте сделаем один раз инициализируем рандом r r равняется new рандом и он может генерить случайные числа r.next от 0 до 3 это от 0 до 4 то есть это число у нас и запоминаем r&d так теперь нам если у нас угловая ячейка угловая ячейка это у нас получается так у нас может быть то есть на смотрите если угол 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 у нас 4 угловые ячейки у них степень свободы 2 то есть у них может быть или в две стороны только можно можно двигаться в этих ячейках есть которые на границе находятся у них 33 степени свободы там допустим снизу то влево вправо и вверх а вниз уже нельзя двигаться то есть нам нужно определить как в каком случае мы находимся то есть куда мы можем двигаться а значит у нас будет генериться или от 0 от 0 до макс допустим какого то и в зависимости от ситуации мы будем определять и то есть граничные условия у нас это x равно 0 то есть x равно 0 то мы делаем акс минус минус то есть отнимаем единицу от а если макс равно д минус 1 д минус 1 x равно то есть это у нас максимум минус 1 это вот этот бортик правый а и то же самое с игреком то есть если у нас игрек равен 0 то мы вычитаем из максимума так д д д это сделаем глобальные переменной все то есть получается мы определили степень свободы то есть если мы находимся у двух границ то значит это угловая у нее степень свободы 2 если мы в одной границе то степень свободы 3 если мы не в одной границе внутри то соответственно степень свободы 4 изначально 4 как только мы находим что x или y находится на границе то мы вычитаем единицу теперь мы знаем куда мы можем двигаться так так сейчас надо продумать что какие мы не можем открывать то есть нам еще здесь нужно пометить что допустим мы там не можем открывать вверх вниз лево вправо то есть вот эти вот у нас как раз таки координат вот эти ситуации все четыре они будут определять куда мы можем двигаться куда нет соответственно нам тут еще кое-что нужно будет сделать так можем ли мы здесь делаем топ лэфт 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 ботом и все изначально они ну то есть будем считать что в этих всех направлениях можно двигаться то есть мы ставим true что мы можем двигаться в этих направлениях то топ лэфт рэйт все теперь получается дальше если у нас х равен нулю то значит мы влево не можем двигаться лэфт равняется фолст то есть мы в левой границы Если здесь у нас Right Мы не можем двигаться Здесь мы не можем Двигаться в топ А здесь мы не можем двигаться В Bottom Вниз Foul False Теперь мы сгенерировали Случайное число И нам нужно Удалить стенку В зависимости от того Опять же куда мы можем двигаться То есть Если мы Если Ну и условно Если RnD равно нулю То Значит Мы Открываем Так If RnD нулю Так If Ну допустим Top Равно true То есть можем ли мы двигаться в топ То есть 0 это топ И так далее Там придумаем сейчас какие-то коды Для всех этих значений То есть если топ равняется true То значит нам нужно У этой Верхней ячейки Открыть Верх То есть это у нас Mace 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 Он у нас X и Y В координатах Точка Так Нам нужно Эти все сделать Пабликами Чтобы они были Доступны Снаружи класса Mace 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 Точка Top Равняется True То есть мы его открыли Теперь может быть такая ситуация Что к примеру У нас ячейка Стоп В топ мы можем не двигаться И топ у нас будет False Соответственно Тогда мы делаем Если мы Не Можем Так Сейчас То есть у нас же могут быть Какие то из этих То есть если 4 То нормально все будет работать А ну все да Нормально То есть Здесь мы Переходим Так Rmd Плюс плюс Делаем То есть если он был нулю То и мы не смогли Нулевую ячейку открыть То мы попробуем Открыть первую Теперь Если Теперь если Rmd Равно Один То это у нас Пускай будет Bottom Открываем Если Если bottom То bottom Открыли Бот Потом Открыли И Так Здесь у нас Если мы top Открыли У этой Так Сейчас Ладно Поехали Пока сделаем Потом там Ифи прописывать Так Bottom И top Лев Еще сделаем 2 Это у нас Top Это у нас top Top открыли И 3 Если равен 3 Открыли Bottom Top Лев Трайд Остались Лев Лев Открываем Ну и все То есть Если уже у нас Третью Скорее всего Мы можем Открыть В любом случае А если мы Не можем Третью Открыть То есть Тогда нам Нужно Вернуться Обратно Тогда Тогда мы Делаем Просто Ретур Пока Так То есть Возвращаемся Из этого Цикла Так И Если мы Дошли До конца Все Выполнилось То есть Мы Открыли Перешли К следующей ячейке Заново Вызываем Remove По Рекурсивно То есть Мы в самой Вот этой функции Remove Будем ее же Саму вызывать Так Теперь Так как мы Перешли Влево Сейчас нужно будет Так Right Сейчас Top Bottom Top Bottom Это у нас Right 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 Left По сути Нет никакой Разницы В каком Порядке Мы будем Открывать Эти ячейки Right Так Все Теперь Получается Если мы Открыли Левую То мы Делаем X Plus Если мы Открыли Правую То мы Делаем X Наоборот Здесь X Минус Минус Левую Значит Мы влево Идем X Минус Минус Если Правую То делаем X Plus Уходим Вправо Если Открыли Нижнюю То Соответственно Y Plus Мы Уходим Вниз А если Открыли Вверхнюю То мы Идем Y Минус Минус Наверх Все То есть Мы Теперь Открыли И переходим В ту Ячейку Которую Открыли И еще Нам Нужно У этого Мейза Отметить Что он Visited То есть Visited Равняется True То же Самое Ну По сути Если Мы Выходим В какую То Ячейку XY То Мы По любому Она Visited Трубует Так Теперь У нас Нам Нужно Когда Мы Пытаемся Открыть Стрелку Открыть Ячейку То Нам Нужно Проверить Не Посещалось Ли Так Это у нас Так Сейчас То что я понял Почему не работает Потому что В рекурсионную функцию Надо передавать Координаты XY Иначе У нас Когда мы будем возвращаться То мы не будем возвращаться К предыдущим координатам Поэтому нам надо здесь XY сделать Потому что мы то здесь Эти глобальные переменные XY меняем Но нам то нужны они Чтобы они были локальными В этой Функции Так Запускаемся Теперь мы видим Он бежал Снимал координаты И Зашел в тупик И после тупика У нас Все прекратилось Так Давайте посмотрим Вызывает ли он себя Ну а может быть Нам для каждой Координаты Нужно Remove То есть Каждый раз Когда мы Else Так Сейчас посмотрим Вот лотки То есть Да Он когда в тупик Заходит Он получается Дальше Не Начинает X0 Y1 0 2 1 2 То есть У нас для каждой Каждого шага Вызывается Remove Это все правильно Каждый раз Почему после Как он вот Заходит в тупик Он перестает Выполняться А по идее Нам нужно Пытаться идти В четырех направлениях Сразу То есть Мы сейчас Вызываем Только для одного Так сейчас И подумаю Потом дальше Продолжим Понял я В чем ошибка То есть У нас получается Что Мы идем В одном Случайном направлении А нам нужно Идти Во всех Возможных Направлениях Просто В случайном Порядке То есть Смысл такой Что сейчас Мы Запускаемся Когда То мы Выбрали Вниз И идем Вниз А нам Нужно Одновременно Выбрать Вниз В первую Очередь Идет А потом Еще После того Он вниз Прошел Вызвать Вправо Так Вправо Тоже Возможно Поэтому Нам нужно Определить Случайный То есть В каком Порядке Вызывать Прохождение Этих То есть Где мы Генерим Случайное Число Проходим Нам тут же Нужно вызвать Еще и Во втором Направлении Так Сейчас То есть Вот Рандом У нас же Несколько Возможных Направлений Так Так Где мы Генерием Вот Нурнекс 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 То есть Он у нас Генерит Направление Ага Все Я понял Как это сделать То есть Смотрите У нас Сейчас Мы Получается Сделаем Копию Int X1 Равняется X Int Y1 Равняется Y То есть Мы запомнили В какие Координаты Мы вошли И теперь В конце Концов Когда Мы вызываем Remove XY Мы еще Раз Вызовем Remove X1 Y1 Еще раз Повторно Проверим Если у нас Надо вот Если Она еще У нее есть Какие-то Неоткрытые Стороны У нас Получается Где тут Была такая Проверка То есть Вот она Если XY То есть Вот Здесь А Ну вот Если у нее Все Четыре То все Если все Четыре У XY У текущей Клетки Все четыре Открыты То мы Выходим Все Соответственно Уже Проверка Это Есть То есть Мы Повторно Вызовем Для Той Самой Клетки Что-то Так все Долго Зависло Так Где-то мы Зависли В каком-то Здесь Вайл Есть Да Вот В этом Вайле Зависли Так Что у Нас Получилось True False То есть У нас Получается Max 2 2 Видите 2 True То есть У нас Получается Что Может Всегда До Четырех Тогда Делать Потому Что Там Уже Мы Проверки Ввели Что Если Мы За Пределом SEO Вылетим Опять Где-то Крутимся Бесконечно Так Сейчас Посмотрим У нас Так Запустим Теперь Ставим Точки Остановки Значит Опять Там Крутимся В бесконечном Цикле Да Почему Так Тру Тру Фолс А У него Аж Этот Как Сейчас Надо То есть Здесь То У нас Вот Это Условие Не Уполняется То есть Визит От Фолста Но Он Туда И Не Может Идти То есть Нам Нужно Что Если У нас Эта Стенка X Минус Один Клетка X Минус Один Визит Это Скорее Все X Какой-то Или Нулю Да Равен Условие Нужно Передумать Продумать Потому Что Он Бесконечно Здесь Зацикливается Потому Что Может Не Попасть В Один Из Брейков А Не В Один Из Брейков Он Не Попадает Так Если Этот Сейчас Подумаю Дальше То есть Я понял Тут Нам Нужно Перед Этим Циклом Проверить В том Случае Если Одновременно 0 1 2 3 RND Равен И У нас Ни Одно Из Этих Условий Не Выполнится То есть Мы Здесь Проверяем Если У нас Так Сейчас Вот Комментария Я делю Кусочек Кода И Ставим И Теперь Здесь Сделаем Просто Это Условия С РНД Убираем Потому Что Оно По Сути Не Нужно РНД И Здесь Вместо Int Сделаем Количество Срабатываний Равно Нулю Если Условие Сработало То Тогда Делаем Нам Плюс Плюс То То есть Посчитаем Сколько Условий Сработало Нам Плюс Плюс Нам Плюс Нам Плюс То есть Если Этот Нам Равен Нулю То Значит Ни Одно При Любом РНД Все Условия Не Сработают И Нам В этом Случае Уже Не Важно Ну То есть Этот Цикл Бесконечный Тогда Мы Делаем И Нам Равно Нулю Рето То есть В любом Случае Рето В любом Случа Условия Не Выполнится Сейчас Допустим Посмотрим Так Убираем Стоп Точки Где-то Зависли Опять В цикле Да А ТТ Так А ну да Рандом Там И4 Делаем Сейчас Посмотрим Что У нас Получается Так Нам Равен 1 То есть Одно Из условий Выполнилось Так Сейчас Давайте Сделаем Так Сейчас Запускаем Мы попали Сюда Так А нам Давайте Поставим Точки Здесь Остановки Чтобы Посмотреть Где Оно У нас Ступит То есть Вот В этом Случае У нас Visit False И X Равен 36 То есть Y Равен 39 То есть Вот При Этой Штуке У нас Ранд должен быть Равен 3 То есть По идее Он Вот Сюда Должен В какой-то Момент Завалиться Когда Сгенерится Ранд 3 Давайте Убираем И Ждем Когда Ранд 3 Что Он Хочется Сказать Что Ни разу Не Генерится Так А вот Сюда Он Попадает Ну Да Вот Он Генерит Ранд А 0 Макс Я Здесь Не Справил 4 Ставим То есть У нас Еще Осталось Здесь Цикли Так Встанавливаем Запускаем Все Лабиринт Сгенерировался Так Единственное Ширину И высоту Осталось Заново Ну Исправить Там у меня Лабиринт Когда я Рисую Высоту Это В отрисовке Сверху Там Я вот Здесь Везде Надо же Ширину А потом Ставить Хейт Ширину Высоту Ширину Высоту А я Везде Ширину Поставил И поэтому Высота Ячейки Неправильно Рассчитывается Все Так Вид А Здесь Хейт 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 Сейчас Посмотрим Да Все По высоте Терем Совпадает Лабиринт И давайте Сделаем Кнопку Которая Будет Ну Меню Да Добавим Меню Которое Будет Генерировать Новый Лабиринт Ну Или Кнопку Да Лучше Кнопку Наверное Тогда Док Уберем Док Фил Уберем Добавим Кнопку Баттон Новый Новый Лабиринт Так И здесь Мы Должны Очистить По идее Очистить Лабиринт Очистить Все эти Ячейки То есть Изначально Сделать Все эти Параметры Мейситая Житара Точка Топ Топ Равняется False Так Раз Два Три Четыре Пять Топ Лефт Right Bottom И Visible Visited Да Так Делаем Все их False Это мы Инициализировали Дальше Нам Нужно Очистить Картинку Как мы Делали В предыдущем Проекте С Пейнтом Получаем Графикс Создаем Solid Brush Белого Цвета White И Делаем Fill React G Точка Fill Fill Rectangle Rectangle Brush 0 0 Picture Box 1 Width Picture Box 1 Height Это Координаты XY И Висота Ширина Прямоугольника То есть Теперь мы Нарисовали Так Создали Picture Box Давайте Сейчас Чуть Чуть Разделим А Ну в принципе Да Все Теперь нам Нужно Метод Вот этот Который У нас Так Это Отрисовка Remove Так Picture Box 1 New Только Уберем Да Блин Я не то Делаю Так Ctrl X Это Вышу Наш Трочку Переносим И Все То есть Мы Должны Вызвать Remove И Рисовать Результат Это Мы В Отдельную Функцию Помещаем Так Это У нас Вот так Да Да Все То есть Это У нас Метод Будет Draw Пабликов Пабликов И Вызываем его из двух мест Изначально И по нажатию на кнопку Давайте посмотрим Как это все работает Так Точка Запятая Точку Запятую Еще Не поставил Здесь Так Нам Нужно Еще Сделать Этот Invalidate То есть После того Как мы Нажали на кнопку И Отрисовали Picture Box 1 Invalidate Это Чтобы Invalidate Метод Который Обновит Отрисовку И Каждый раз При нажатии На кнопку Сгенерируется Новый Лабиринт Так Так Все Надеюсь Полезно Продолжение следует